Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня» и сегодня обсуждаем очень важную тему – тему финансовой грамотности. В Ульяновской области с рабочим визитом находится главный финансовый уполномоченный России Юрий Викторович Воронин. И сегодня он у нас в студии. Здравствуйте, Юрий Викторович! Добрый день! Давайте, наверное, мы сначала объясним цель визита в Ульяновскую область нашим телезрителям, а потом поговорим, чем полезна ваша служба простым гражданам. Ведь она создана именно для этого, для того, чтобы защищать интересы простых потребителей. Итак, цель визита в Ульяновскую область? На самом деле, два этих вопроса объединяются в одном. Сливаются. Да, потому что цель визита как раз в продвижении службы, информировании населения о том, что у них появилась новая возможность по защите своих прав. Очень быстрая, бесплатная и эффективная, простая. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы как можно большее количество людей знали об их правах, о возможности такой ускоренной и упрощенной защиты нарушенного права финансовой области в отношении с финансовыми организациями. И поэтому мы крайне были заинтересованы в том, чтобы заключить соглашение с Ульяновской областью об информировании населения через программы финансовой грамотности о нашей деятельности. И я даже не исключаю того, что Ульяновская область будет таким пилотным регионом, где нам удастся отработать технологии такого тотального информирования людей о деятельности службы, о правах в этой области. Быстро, бесплатно, справедливо. Быстро, бесплатно, просто, ну и справедливо, да. Вот такой формулой можно охарактеризовать деятельность нашей службы. Теперь поясним задачи вашей службы. Вы руководствуетесь федеральным законом, но, тем не менее, есть ряд ограничений, когда гражданин не сможет обратиться в вашу службу. Ну, давайте сначала, кто и с чем может и как, чтобы вы встали на защиту интересов. Сначала по статусу. Я думаю, это будет интересно людям узнать, если они еще не в курсе. Мы являемся службой, созданной в соответствии с законом, специальным законом о службе. Но мы не государственная структура, мы не получаем бюджетных денег. При этом мы независимые при рассмотрении жалоб граждан от каких-либо органов. Независимые эксперты. Независимые государственные наши решения, они приравнены к силе судебных решений, поскольку носят характер исполнительного листа суда. То есть мы не государственный независимый орган, наделенный государством властными полномочиями. Это уникальная структура для практики юридической Российской Федерации. Независимые технологии аналогов нет. Вот мы такая пионерская, можно сказать, организация, которая внедряет вот такую независимую технологию, по сути, через институт гражданского общества по рассмотрению споров и защите интересов потребителей. Действуем мы в финансовой сфере. То есть мы рассматриваем жалобы потребителя, как гражданина, как физического лица потребителя, на деятельность финансовой организации. В любых сферах страхование, кредитные отношения, то есть это банки и микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, потребительские кредитные кооперативы. Вот пока круг нашей компетенции исчерпывается этими финансовыми организациями, они должны быть легальные, они должны быть в перечне Центрального банка, то есть иметь лицензию на осуществление деятельности. И мы рассматриваем типовые споры, сумма имущественной претензии потребителей к финансовой организации не должна по общему правилу превышать 500 тысяч рублей. За исключением ОСАГО, где этого ограничения нет. Тогда это ваше дело. Тогда это наше компетенция. Если выше, то это суд. Причем мы являемся органом по обязательному досудебному рассмотрению споров, это означает, что вот по спорам имущественного характера до 500 тысяч рублей, ну помимо ОСАГО я уже об этом исключении сказал, вот к этим видам финансовых организаций нельзя напрямую обратиться в суд, сначала надо рассмотреть спор у финансового полномочия. А все другое, допустим, платежки ЖКХ, платная медицина. Это не наша компетенция в силу того, что мы финансовая структура, но опыт нашей работы, как мне представляется, успешный уже почти трехлетний, более чем трехлетний опыт работы, мне кажется, подскажет органам государственной власти, что такого рода независимые негосударственные институты целесообразно использовать и в иных сферах, где непосредственно затрагиваются интересы широкого круга граждан. Это вы правильно сказали. ЖКХ, транспортные всевозможные услуги, пенсионные вопросы, вопросы социального страхования, медицины. То, что мы знаем, сколько споров возникает и зачем людям идти в суд. Это сложно, достаточно непросто, если можно рассмотреть в ином, гораздо упрощенном порядке те претензии, которые у людей есть, и, может быть, найти их разрешение. Поэтому этот опыт, который мы формируем, живой опыт, который на наших глазах складывается, думаю, будет очень полезен для создания аналогичных институтов. Дает возможность полагать, что это будет трансформироваться на другие. И главная проблема – это информированность населения. Потому что к нам много жалоб поступает, мы достаточно большой объем обрабатываем, но мы считаем, что не до всех еще доведена информация, что у них есть возможность... Такой прекрасный помощник. Да, такой помощник, да, и их защитник. Бесплатный юрист. Потому что ведь отношения с финансовой организацией, как и любые потребительские отношения, это отношения сильной и слабой стороны, где потребитель является слабой стороной в отношениях с оснащенной юристами, финансистами, бухгалтерами финансовой организации. И поэтому крайне важно, что когда возникает спор, когда возникает претензия, кто-то был компетентный на стороне потребителя. Вот эту роль выполняют финансовые полномочия. Почему и название мы получили там не судьи, не арбитры, хотя мы рассматриваем споры, а именно финансовые полномочия. Это человек, который следит за соблюдением прав потребителя в этой сфере. Но на сегодняшний день это кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды и автострахование, да? Ну, все страхование, но просто автострахование, оно наиболее массовое, потому что этот вид страхования является обязательным. А естественно, раз обязательный, то он количественно превышает добровольные. Ну и соответственно, большее количество обращений как раз по этому поводу, да? Конечно, раз он массовый характер, то и эта пропорция, так сказать, страховых случаев и их обжалований, она соответственно также проецируется полностью на деятельность нашей службы. Несколько примеров типичных случаях, по которым можно обращаться к вам. Давайте приведу из наиболее типовых сфер страхования и кредитования банковского. Если брать страхование, то это невыполнение страховой компании, своих обязательств при наступлении страхового случая. Либо выполнение, но не в срок, как это было положено, и не в полном объеме. Вот здесь очень разнообразные ситуации. Ну, произошло автопроисшествие, машина повреждена, человек обращается за получением страховки, чтобы возместить ущерб и восстановить свое транспортное средство. Есть же возможность, что оно будет отремонтировано бесплатно за счет страховой организации. Ну, либо, если это невозможно, тогда будут выплачены деньги потребителю. А страховая компания отказывается, да, не делает. Либо оценивает ущерб меньше, чем считает потребитель. Потребитель посчитал, что в машине нанесен больший ущерб, а страховая компания оценила меньше. Вот в этом случае он обращается, мы проводим независимую экспертизу по запросу финансового уполномоченного. И на эту экспертизу ориентируемся при решении спорной ситуации. Поэтому здесь как раз экспертиза, которую провел потребитель. А, может, ему не надо ее проводить, потому что мы всегда за него это сделаем, ему не надо деньги свои тратить. Экспертиза, которую провела финансовая организация, будет возможность такого арбитража и независимого взгляда на то, кто правильно оценил повреждения, нанесенные транспортному следствию. Я так полагаю, что если вы участвуете в подобных родных делах, то большую часть потребитель выигрывает. Тут есть нюанс, очень важный. Наш процесс рассмотрения жалобы стоит из двух частей. Первая – это так называемая обязательная претензионная стадия. Она заключается в том, что прежде чем подать жалобу к нам, потребитель должен обратиться к самой финансовой организации, на которую у него есть претензии. Он считает по-другому. Да, ну то есть он считает по-другому, он считает, что его там обманули, неправильно ему выплатили, но он должен сначала об этом сказать финансовой организации. Такой в порядок. Да, такой в порядок. Финансовая организация имеет возможность, имеет шанс удовлетворить это обращение, согласившись с обоснованностью претензии потребителя, не доводя дело до финансового полномочия. Потому что за рассмотрение дела финансового полномочия финансовая организация нужно будет заплатить. Потребитель никогда не платит. Для него рассмотрение бесплатно. И вот такой порядок, такой двойной, двуступенчатый, он побуждает, мотивирует финансовую организацию, понимающую, что потребитель, если она откажет ему, неизбежно придет к нам удовлетворять его обращение. Поэтому к нам доходят только те случаи, которые прошли уже рассмотрением финансовой организации. И финансовая организация, тем не менее, не удовлетворила это обращение. Была полностью уверена в своей правоте. Так вот, если мы будем говорить предметно по статистике по Ульяновской области, а я, естественно, ее посмотрел прежде, чем сюда прилететь, то вот в 35 случаях, которые прошли претензионную стадию и пришли к нам, в 35% случаев мы занимаем сторону потребителя. Это после фильтра финансовой организации. Это очень высокий процент, потому что если мы соединим то, что удовлетворил сама финансовая организация, и удовлетворили мы, то это будет процент выше пользы потребителей, нежели ему отказов. Но бывают и отказы, потому что тоже есть и необоснованные претензии. Мы в данном случае, хотя занимаем и пропотребительскую позицию, тем не менее руководствуемся законом и принципами объективности, потому что если просьба необоснована, надумана, конечно, мы ее удовлетворять не будем. И вот про кредитные организации тоже, мне кажется, чтобы зрители представляли, чем мы занимаемся. Большинство споров, которые мы рассматриваем, это споры, связанные с навязыванием дополнительных финансовых услуг, но это часто при кредитовании имеет место быть, либо неправильные транзакции. Вот тут тоже очень много претензий, когда к нам обращаются потребители. Понятно, что во многом это связано с так называемой социальной инженерией, с деятельностью мошенников. И тут банки, конечно, обвинить трудно, потому что потребители, к сожалению, сами доверчиво рассказывают, называют номера счетов, пароли, коды. Как говорится, палка о двух сторонах. Но бывают и бывают другие ситуации. Бывают ситуации, когда потребитель видит, что происходит мошенническое действие, он звонит в банк, а банк, пока идет телефонный разговор, имея возможность пресечь снятие денег, не принимает мер. Такие дела у нас тоже были. Оперативно не реагирует. Оперативно не реагирует, хотя имеет такую технологическую возможность. И мы в таких делах поносили решение в пользу потребителя. Потому что банк мог принять меры к защите, но, к сожалению, с нашей точки зрения, он не принял их. Оказывается, это можно доказать. Да. Ну, все доказательства, которые есть, там распечатки телефонных разговоров. Хотя доказательная база, конечно, требует совершенства. Если бы, например, закон о банках и банковской деятельности содержал норму, обязывающую банке вести хотя бы аудиозапись разговора с потребителем... Можно было бы ее запросить? Естественно. Мы запрашиваем и сегодня. Но банки, ссылаясь на отсутствие обязательной нормы, хотя они все говорят, что ее нет. Говорят, что у них нет. Да, да, да. Если бы была обязательная норма, конечно, защита права потребителя была бы гораздо проще и легче. Но мы ставим этот вопрос, надеемся, что при совершенствовании деятельности службы, законодательства, регулирующего деятельность, такие поправки будут внесены. Ну, и рассматривая этих два самых типичных и массовых случая, наверное, совесть у автострахащиков, зная, что вы существуете, просыпается чаще. Да, мы видим по статистике, что они все больше, больше, больше начинают удовлетворять претензии на претензионной стадии. Для чего она, собственно, и была изобретена. И к нам уже доходят действительно случаи такие достаточно сложные, неординарные, да, где надо очень серьезно изучать обстоятельства дела, экспертизу проводить. Но, тем не менее, повторяю, вот по Ульяновской области 35% случаев, по федеральным, так сказать, показателям, это еще больше цифр, там до 45-47% случаев, мы вот уже отфильтрованные дела после претензионной стадии, тем не менее, удовлетворяем, приносим решения в пользу потребителей. Ну, и то же самое по оформлению кредитов онлайн. Казалось бы, это очень удобно с помощью телефона все совершить, но можно оказаться в лапах мошенников. Ну, есть две стороны, вы же понимаете, всегда есть удобство, но есть и возможность, да, мошенничества, манипуляции, которые, конечно, усиливаются по мере того, как усложняются технологические возможности. Мошеннические действия возникают в том месте, где есть недостатки законодательства? Не только. И, безусловно, лагуны в законодательстве, конечно, позволяют мошенникам, они всегда действуют на опережение, они всегда их находят быстрее, чем их удается закрывать эти лакуны в законодательстве, хотя это такая вечная борьба. Все равно они закрываются, это неизбежно, и им приходится изобретать какие-то новые способы мошенничества, они очень изочеренные, как вы понимаете. Ну, и, конечно, технологические вещи. Понимаете, вот представить себе, что появится возможность, скажем, имитировать номер телефона, да, но это трудно себе было представить даже несколько лет тому назад. Сейчас, к сожалению, мошенники имитируют номера банков, выдают себя за работников либо следственных органов, либо правоохранительных, либо банковских структур. И тут даже самый такой человек осторожный, недоверчивый, то у него не будет оснований не доверять тому, кто звонит. Но просто надо знать очевидные правила, что вот кто бы ни звонил и кто бы ни представлялся, кем бы, нельзя называть ни в коем случае реквизиты своих счетов. Лучше не разговаривать, потому что потом можно спонтировать ваш голос и уже позвонить в банк и сымитировать, что вы там отвечаете, да, 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 когда робот там задает вам проверяющие вопросы. Поэтому лучше вообще на такие неизвестные звонки не отвечать непосредственно, а потом просто перезванивать. И всегда это выявляет что-либо робот, либо какие-то телефоны, которые дальше не отвечают на входящие там звонки. Ну вот осторожно относиться к этим техническим усовершенствованиям, которые, к сожалению, не всегда банки, обладая мощными информационными службами, специалистами, пока могут переигрывать мошенников по защите потребителя от такого рода. Но мошенники – это дело полиции. Но если же все-таки… Конечно, у нас нет оперативно-розыскных функций, мы, конечно, такими полномочиями не обладаем, и у нас и компетенция не рассчитана на это. Нет, это полиция, безусловно. Мы только можем проверить, собственно говоря, претензию потребителей к финансовой организации, все ли финансовая организация сделала правильно по закону, по необходимым инструктивным материалам регуляторов для того, чтобы не допустить, в случае с мошенническим снятием денег, не допустить этого происшествия. Но, повторяю, здесь не всегда банки доказывают, что они действовали исчерпывающим образом. Но если есть на руках договор с банком или договор со страховой компанией, и вы чувствуете, что вас обманули, как обратиться к финансовому полномоченному? Вот о чем у меня вопрос. Очень просто. Очень просто. Сайт финансового полномоченного. Набираем в поисковике. Да, набираем в поисковике. Финансовый полномоченный. Да, он выскакивает, заходите, там есть раздел, посвященный подаче заявления, и дальше сайт таким образом сделан, что он помогает, подсказывает человеку, каким образом там все правильно заполнить, чтобы там не было допущено ошибки, не было отбраковки его заявления. То есть, если что-то там он не заполняет правильно, ему робот подсказывает, каким образом что-то исправить. У нас специально такие настройки сделаны, которые максимально облегчают пользование вот этой опцией сайта. Дальше прикладываются необходимые документы, сканируются, и все. И дальше заявление поступило, в личном кабинете человек может отслеживать стадии его. Абрактный сайс через личный кабинет. Через личный кабинет, там все стадии приняты, экспертиза назначена, вынесено решение. Все четко отражается. Поэтому никаких проблем с пониманием, что происходит с его заявлением у человека нет. Но это же масса обращений со всей России. Масса обращений. Ваш единый колл-центр. Да, у нас есть колл-центр, который отвечает на телефонные звонки, разъясняет, объясняет, подсказывает людям, которые там не ориентируются в той или иной ситуации. Можно и в бумаги обратиться. Этот способ, несмотря на все наши уже продвинутые технологии, тоже не закрыт. Если кому-то очень близок. Удобный, по почте можно направить. Но самое главное, что никуда не надо ездить. Не нужно напрягаться с тем, чтобы подготовиться к выступлению, к защите своего права. Достаточно подать жалобу. И вот дальше это уже работа финансового уполномоченного. Он проверит на всех стадиях отношений потребителя с финансовой организацией, не было ли где напущено нарушение. Понятно. Обратная связь. Чаще люди благодарят сейчас? Или все-таки подсказывают, как действовать вам дальше, в вашей службе? Развиваться? Нет, люди благодарны. Там, где решения выносятся, естественно, в их пользу. Они даже пишут, что они не ожидали. Думали, что везде отказывают. Откажут и здесь. Но они нашли поддержку. Потому что очень внимательно профессионально у нас работают и аппараты. Сами финансово уполномоченные люди. Очень опытные, подготовленные, высококалифицированные юристы. Естественно, что если мы отказываем кому-то, то тут на этом же это все. Это не конец света. Как вы понимаете, у человека остается право перенести спор в суд. Если он так уверен в своей правоте. Но, может быть, наше решение его убедит в том, что в этом и нет необходимости. Поскольку мы все проверили и права его не были нарушены. Зачем ему обращаться в суд, тратить время, тратить деньги. В суде же, вы понимаете, там проигравшая сторона, она несет все издержки. В том числе на адвоката той стороны, которой человек спорит. Поэтому вот в суде ему приходится думать, надо ли обращаться. А в отношении финансово уполномоченного этих проблем нет. Полностью все бесплатно. Даже экспертиза, она все делается не за счет потребителя. Поэтому он тут ничем не рискует. И это самый верный способ его проверить, не было ли нарушений. А дальше он решает, если он уверен в своей правоте. И мы не удовлетворили его просьбу обращаться в суд. Но, может быть, и поставит точку в этом деле, убедившись, что все было сделано правильно. Большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, она будет очень полезной для жителей нашей Ульяновской области. Спасибо вам. Я также надеюсь, что люди будут более широко пользоваться возможностью, которая у них теперь появилась, по защите своих прав. Для вас это большее количество работы. Ничего, мы справимся. За нас не волнуйтесь. Главное, чтобы потребители знали о своих правах и их использовали. Вот в этом цель нашей работы. Еще раз большое спасибо. Это была программа «Тема дня», в которой сегодня участвовал главный финансово уполномоченный Юрий Воронин. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»